Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер, дорогие зрители Карос! Вы находитесь на нашем первом выпуске новой рубрики «Можно с вами». В этой рубрике мы будем приходить в различные сообщества нашего города и нашей области, общаться с ними, узнавать, чем они занимаются, брать мастер-классы и рассказывать про них вам, дорогие подписчики. Сегодня в наш первый выпуск попадает банда, которой пришлось прийти к 8.30 утра в воскресенье в спортивной форме. Что мы будем делать, увидите дальше. Калининградский полумарафон и первый старт входил здесь, на озере. И когда мы планировали трассу, измеряли расстояние, оказалось, что один из кругов составляет 3,9 км. И родилась идея, в Калининградской области многие знают, что у нас автомобильный код 39-й, и мы подумали, 39-е царство, 39-й регион, 3,9-е дистанции и придумали такой проект, 39-й километр. Сначала он входил в программу Калининградского полумарафона, а потом пришла идея проводить еженедельные бесплатные воскресные тренировки. И вот этот проект живет уже несколько лет. Люди собираются, бегают, тренируются. У меня, наверное, такая мотивация, что я уже не совсем молодой человек, и здоровье надо сохранять. Поэтому я решил бегать, заниматься. Вначале я просто сам бегал самостоятельно, потом узнал о вот этой программе Амберменом и за спорт. Записался и стал тоже сюда бегать, потому что здесь все-таки в команде веселее и задорнее как-то участвовать, и настроение повышается. Мне очень нравится бегать, и поэтому я сюда прихожу всегда с желанием. Здорово. Вы давно начали бегать? Да нет, где-то полгода назад. Молодым как посоветуете бегать? Конечно, обязательно. Надо бегать, заниматься и беречь свое здоровье с молодым. Да, сам бег. Просто очень нравится бегать. А почему? Ты давно здесь, вот именно в компании? Здесь с полгода где-то. Как приятнее, вот одному бежать, чтобы никто не мешал в наушниках или вот так в компании, как сейчас? В компании. А почему? Мотивирует плюс тренера, там, по технике подсказывают. У меня техника неправильная была, и я до сих пор борюсь с тем, что у меня изначально неправильная техника была. Очень для меня это такой проблемный момент. Скажи, пожалуйста, сколько раз в неделю бегаешь? В воскресенье или еще? В четверг? В четверг занимаемся. В четверг и воскресенье? Да. Заряжает обстановка, девочки, все. Какая природа прекрасная здесь. Как не бегать? Да, другие что думают, мужики? Я смотрю, сейчас больше, чем ребят. Не, это правда, да. Да? Ну да, ну, видимо, за фигурой больше следят, чем молодые люди сейчас. Потому что для нас это сообщество, это не только бег. Это прежде всего общение, это прежде всего радость, потому что, ну, невозможно не прийти сюда в воскресенье даже в столь ранний час, потому что я знаю, что увижу этих людей, которых я очень люблю, без которых я уже не представляю своей жизни, которые мотивируют, наполняют. И это здорово, это огромное счастье. И дело совсем не в плюшках, которые мы получаем после забега, а именно в общении, в радости, которую мы делим друг с другом. Здоровый образ жизни – это замечательно. В любом возрасте. Прекрасно понимаю движение, это жизнь. Прекрасная команда у нас здесь собралась. Настроение хорошее. Вот наши ребята после забега уже заминаются, так сказать. Ну и вообще все прекрасно. Пусть многие приходят к нам. То есть люди приходят сюда провести хорошее утро, поднять настроение, зарядиться на целую неделю, а пообщаться друг с другом. А бывало хоть раз такое, что, ну, сегодня можно не пойти, я уже все доказала, уже совсем, все уже знают, что я молодец? Нет, никогда. Потому что спорт – это не про доказательства. Это про радость. Потому что для меня спорт – это норма жизни, это то, что я чувствую всем сердцем, то, что я люблю. И я не могу отказать себе в радости увидеть этих людей, пообщаться с ними. Просто здорово провести время. И скажи, пожалуйста, Василий, что конкретно тебя мотивирует на создание таких историй? Потому что, насколько я понимаю, большая часть из них – это, ну, какие-то бюджетные вещи, то есть какие-то некоммерческие проекты. Вот, что тебя мотивирует? Ну, моя история с детства. И однажды, будучи подростком, я приехал на соревнования, беговые, кстати. И там такой транспарант висел с лозунгом «Здоровые дети – здоровая нация». Мне тогда это как-то понравилось, зацепило. Я всю жизнь был привержен к такого активного здорового образа жизни по образованию. Я называю себя профессиональный физрук. Я закончил педагогический колледж, университет, в аспирантуре учился. Вот, и вся моя жизнь, учеба и работа связаны со спортом. Я просто вижу, что это социально важная сфера жизни любого человека. И надо уделять ему внимание. Ну, мы стараемся в меру своих возможностей уделять внимание. Ну, начал, вообще, бегом я начал заниматься в 2014 году. Я вот с моим маленьким ростом был 92 килограмма, такой колобольчик. Начинал меня, то есть, заматерировал сначала убрать лишний вес. А потом тянулся, понравилось. А сейчас, будем так говорить, перешел на тренингскую работу. Ну, мне нравится просто что-то давать интересное людям. Я вижу огонь в их глазах, вижу, что им интересно, когда они узнают что-то новое. Ну, и вообще вот так вот приходят друг с другом общаться. Потому что люди из разных профессий. Раньше, как бы, в городе они бы просто не пересеклись бы. А тут пересекаются, и вот, то есть, новое знакомство, новая дружба у людей завязывается. Что потом может сказаться и на работе, то есть, их предприятия могут между собой какие-то контакты заключать. Ну, вот, приносить добро людям, вот, меня это мотивирует. Анатолий, скажите, пожалуйста, давно вы занимаетесь бегом? А, как пошел на пенсию, три года поработал, а потом говорят, целый день работай. Я говорю, нет, целый день не хочу. Куда же, надо же личную жизнь налаживать. И в девятнадцатом году начал бегать. И все, мне понравилось. Вот такое сто килограмм было. За год сбросил, марафон пробежал, сорок два, а зять еще прикалывает. А ультрамарафон можешь? Ну, и сделаем ультрамарафон. Наверное, таким решающим моментом стала первая победа. Вот. Первая победа, вкус победы, наверное, да. Он именно дает вот этот мощный заряд энергии, который говорит тебе, что не останавливайся, что ты можешь. И преодоление прежде всего себя, когда с каждым разом ты видишь, что ты становишься сильнее, можешь больше, чувствуешь себя лучше. И вот это и мотивирует не останавливаться, продолжать. Сколько пришлось идти до первой победы? Ну, это было очень давно, в юности. Я увлекалась легкой атлетикой. Ну, наверное, где-то около семи месяцев тренировок. Для меня это был очень сложный мой первый забег. И все мне говорили, что у тебя нет шансов вообще там, да посмотри, кто с тобой бежит. Я была дико напугана и, видимо, от страха бежала так быстро, что на какие-то вот шаги. Но я смогла, я смогла вырвать эту победу. И вот, наверное, вот этот заряд эмоций в будущем на долгие годы дал мне энергию. Скажите, пожалуйста, что правильно есть после вот такого забега? Ну, чай. Немножко с сахаром, наверное. Ну, вот. Ну, марципановые шоколадки. И просто шоколад. Ну, потому что мы потеряли энергию. Ее нужно восполнить. А это, мне кажется, своего рода такой приз еще после пробега, нет? Нет, ну, сам себе такой приз делаем. Да, сами себе устраиваем такие чаепития. Всем все нравится, все интересно. Ну, и приглашаем других. 69, будет 70. 70 вот скоро, скоро. Совсем будет 70. Все, ничего себе. Какой у вас рекорд по времени? 5-6, темп, темп. 5-6 минут. Ну, полчаса я вот, за полчаса десятка бегаю спокойно. Крайний вопрос, скажите, пожалуйста, что посоветуете таким, как я, ленивым? Изначально, может быть, какую-то цель себе поставить, какой-то приз приготовить, да? Что вот, если я сегодня выйду, то я могу там съесть там кусочек тортика, допустим. Ну, кому сладко нравится там. Или, наоборот, кому-то что-то может позволить себе купить что-то там. А впоследствии, главное, чтобы в течение трех недель какая-то физическая активность была. Потом организм сам втянется, уже просто без этого не сможет человек. То есть, это будет как у наркомана ломка идет, что не хватает ему чего-то. То же самое и спортсменов будет не хватать. Откуда приходят люди сюда? Где удается найти вот таких отчаянных, так скажем? Специально грибники-грибы не ищем. Ну, мы просто имеем площадки информационные, там канал в Телеграме, группу ВКонтакте. И каждую тренировку стараемся выкладывать, освещать, рассказывать где-то. Люди какие-то посты делают. Ну, так скажем, сарафанное радио. Ну, несколько сюжетов там было, так скажем, на телевидении. Это тоже рассказывали. Бывало такое, что людей, ну, прям много, и то есть хотелось уже поменьше? Ну, нет, меньше не хотелось. У нас, когда был юбилейный сотый забег, тридевятый километр, у нас собралось там много, больше ста человек участников. Но, как бы, не предел. Это озеро пока вмещает и большее количество человек. Как администрация города реагирует на это движение? Знает ли она про него? Были ли какие-то коммуникации? Да, мы взаимодействуем с администрацией, и данный проект даже выигрывал грантовые конкурсы. То есть администрация поддерживает информационно, и вот, говорю, грантом поддержали. Мы в прямом взаимодействии с отделом спорта. Мне 17 лет, как бы, я очень офигенный парень, как бы, то есть мне все говорят, вчера просто все девочки падают, когда я иду, прямо даже очки надену, да. Мне бы хотелось тоже найти себе нового, уже девушку и друга, чтобы она со мной гуляла, чтобы она со мной везде ходила, общалась, как бы, и прочее. Уже это у меня есть мечта. Слушай, ну дай свою какую-нибудь социальную сеть, номер, ну, оставишь, мы оставим, тебе позвонят, напишут обязательно, я уверен. Так, ну что, дорогие друзья, редакция «Карус» бросила себе вызов вступить в проект «Намбермен» и пробежать 3 километра 900 метров, и мы с этим справились. Причем, я считаю, что достаточно успешно. Сейчас узнаем, за сколько времени нам удалось пробежать, вернее, мне. Что я могу сказать уже, что обязательно каждому это необходимо испытать, хотя бы раз. Кто живет в Калининграде, в воскресенье в 9 утра оказываемся на верхнем озере, мы геолокацию укажем, и разминаемся, оздоровляемся, бегаем. Алексей, а там не указано, вы не запомнили, за сколько справились мы? Скорее всего, 22 минуты, 15 где-то так. А это нормально? Нормально, у каждого свой темп. Кому-то это за область, кому-то, кажется, черепаши, ну, то есть, по вашему состоянию. А для вас как? Главное, что вы получили кайф от этого. Время не так важно тут? Конечно. Это тренировочные забеги. Время контрольное просто, как бы, то есть, мы смотрим, что... С каждой тренировкой, если время улучшается, раз в месяц проводим контрольное такую тренировку, если время улучшается, значит, хорошо провел месяц, хорошо потруднился. Ухудшается, значит, где-то недоработал человек, значит, надо еще больше работать. Вы как тренер, да, скажите, пожалуйста, с какой дистанции, ну, необходимо начать, как определить для себя, какую дистанцию нужно бежать, чтобы, ну, только начинающему человеку? Вообще рекомендуют начинающему человеку начинать, как бы, с ходьбы, плавный переходящий бег. То есть, минуточку идете, минуточку пробежали, минуточку идете, минуточку пробежали. Когда у вас это уже 20-30 минут будет получаться, можно постепенно будет увеличивать беговые интервалы, ходьбу сокращать. Когда вы сможете уже 20 минут бежать, то есть это то, что вы можете. А дальше расстояние просто вам будет хотеться больше. Начнете, может быть, быстрее где-то бегать. Ну а потом самое главное, что новичку, это лучше всего прийти, не обязательно к нам, просто есть много у нас клубов беговых и под руководством тренера заниматься. Самые тренировки, они, конечно, тоже полезные, потому что особенно те, кто собирается бегать длинные дистанции. В марафонце это бег, как говорится, борьба с самого собой, то есть преодоление именно дистанции практически всегда в одиночку. Но технику бега, постановка техники бега, чтобы бегать потом в дальнейшем без травм, это лучше все-таки делать под руководством тренера. А вы тут каждое воскресенье, да? Да, мы тут каждое воскресенье в 9 часов проводим тренировочкой. Не обязательно у нас тренировка вот такая, как сегодня за бег. Больше работаем на технику, ОФП делаем, общие физические упражнения, специальные беговые упражнения, то есть для развития техники, постановки техники бега. Ну и раз в месяц вот такие забеги контрольные делаем, проводим. Так что приходите и вы. Мы будем приходить и наших зрителей обязательно пригласим. Вот приходите. Алексей на очень высоком уровне проводит разминку. Мне очень понравилось, я уже к этому моменту думал, что я сдох, а на самом деле пробежал и даже ничего не заболело в итоге. Поэтому обязательно приходите, здесь круто. Ну нет ничего важнее, чем здоровье, поэтому здесь надо выбирать, что ты выбираешь здоровье. Если выбираешь себя и здоровье, а с каждым годом мы не становимся моложе, мы не становимся здоровее, надо уделять внимание. Поэтому, что я могу сказать, друзья? Уделяйте внимание здоровью, ведите здоровый образ жизни и лень. Лень, двигатель прогресса, говорят, с одной стороны. А с другой стороны, первый шаг, то есть путь в тысячу миль начинается с первого шага. Надо его сделать и все. Если сегодня было тяжело, к примеру, да, к этому я сегодня утром рассказал, что еле себя заставил, да. Потом второй раз уже немножко легче, третий раз немножко легче. Привычка формируется примерно на 21 день. Через 21 день это будет твоим образом жизни. Вот мы тоже, когда начинали, тоже такая мысль. В воскресный день, ну, надо вот, можно там в лес съездить или там куда-то сходить. Поспать можно. Поспать, например, можно, да. А мы тоже, как организаторы, раскачивались. А сейчас каждые выходные приходим, проводим. И то же самое и заниматься. Надо начать. Просто нужно преодолевать себя. Становиться каждый день немножко лучше, чем был вчера. Это залог успеха. И, конечно же, получать от этого радость. Без радости не получится ничего. Нужно найти вот таких прекрасных людей, единомышленников. Посмотрите на их лица, радостные, веселые. Невозможно не прийти. Нет, тут согласен, бесспорно. Движение – это жизнь. Главное – двигаться. И будут, как бы, суставы все здоровые долго, мышцы, сухожилия. По сути, главное, чтобы потом к врачам меньше было обращаться, нужно двигаться. Приходить общаться в хорошем обществе, здоровый дух. И здоровье будет, и все. Все, дурному не научат. Все здесь хорошо. И фигура будет, и все. Как же, радость, это общение, это здорово же. Это правда. Анатолий, еще вот уточню. Скажите, пожалуйста, вы длинные дистанции больше предпочитаете, да, бегать? Ну, меня, если я... Я заметил, просто вы больше всех сегодня пробежали. Ну, я не знаю, сколько. Я здесь, у меня без разницы, сколько. Нет, я длинные. За молодежью, конечно, мне угнаться уже большие. Ну, 21 могу пробежать еще. Ну, а оно меня как бы не надо. Так, ну, люди очень-очень приятные. И меня удивило, что сюда люди приходят, вот видно искренне, их мотивация не в том, чтобы прибежать, как-то победить себя не только в этом, а в основном именно, чтобы пообщаться друг с другом, познакомиться с кем-то, какие-то новые знакомства приобрести. Ну, просто для того, чтобы развиваться и коммуницировать, в общем-то, то, и о чем наш канал. И я сейчас прямо агитирую всех в воскресенье встать в 8-7 утра, прийти сюда к 9 и обязательно пробежать. Тут можно пробежать поменьше, то есть никто не заставляет. Но обязательно пройти вот этот рубеж, заставить себя и, ну, победить в каком-то смысле себя. Это, ну, это реально вдохновляет. Мне кажется, я сейчас просто изменю всю свою жизнь. И сегодня я первый раз вообще понял, почему нужно бегать вместе. И неважно, там, с друзьями, не с друзьями, в общем, с какой-то компанией. Во время того, как я бежал, у меня много раз возникали мысли остановиться. Я не остановился ни разу, пробежал все 3,9, честно, но были мысли прямо вот взять и затормозить. Но я понимал, что в таком случае те, кто бегут за мной, увидят, что я торможу, и у них, ну, пропадет мотивация такая сильная гнаться за мной. И они, ну, тоже как бы притормозят, остановятся. И вот так вот вся эта вереница сойдет на нет. Ну, и плюс, ну, как бы мотивация догнать того, кто бежит перед тобой, тоже немаловажно. Если ты бежишь первый, сделай так, чтобы тебя никто не обогнал. В общем, соревновательный дух тут здоровый такой реально присутствует, несмотря на такие прям дружелюбные и милые отношения между ребятами в сообществе. Ну, и в ответ на вопрос, почему стоит ехать именно сюда, на самом деле ребята поделились и сказали, что, в общем-то, не важно, где вы бегаете. Главное, заниматься этим, ну, и не бегать возле магистралей, чтобы не надышаться всякой грязью. А так здесь, конкретно здесь, на верхнем озере в Калининграде, ну, супер красиво. Я раньше никогда не видел, как выглядит верхнее озеро в 7-8 утра в воскресенье. Естественно, оно не отличается от других дней, но, правда, уже когда бежишь на втором километре, не особо оцениваешь всю эту красоту. Но именно после, когда ты пробежал, когда ты победил, смотришь на всю эту историю и испытываешь реально очень крутые эмоции. Их очень сложно передать словами, дорогие друзья. Ну, а Карл с вами не прощается, говорит до новых встреч, дорогие друзья. Обязательно подпишитесь на этот канал, если еще этого не сделали, поставьте лайк и напишите в комментарии, куда вы хотите, чтобы мы сходили в следующий раз. Принимаются любые идеи.